Такого еще никогда не было у Бентли Как вообще они на это пошли? Они просто сумасшедшие Я идеализирую этот Бентли и считаю, что в нем нет недостатков И последнее, что я хочу сказать вам о двигателе W12 Всем привет! Меня зовут Гурам, а вы смотрите канал DSC Off Сегодня у нас в выпуске новая версия Continental GT Как говорят Бентли, они в этот раз серьезно потрудились над внешностью И она теперь значительно отличается от предыдущих версий Что еще нового в этом Бентли, узнаем прямо сейчас Бесключевой что ли не работает? Субтитры сделал DimaTorzok Так вышло, что прямо сейчас в России дикий ажиотаж вокруг модели Bentley Continental GT И вы спросите, почему? И на это есть две причины Во-первых, один очень популярный российский автоблогер Приобрел себе первую модификацию Continental GT И строит из нее абсолютно сумасшедший проект Ну а во-вторых, наконец-то в России появились Continental GT нового, третьего поколения И это прекрасно Бентли, Continental GT это автомобиль класса Gran Turismo То есть это автомобиль, который создан для того, чтобы на земле обеспечить вам бизнес-класс самолета Если, например, по дороге из Москвы в Сочи вы можете позволить себе, не нарушая правил дорожного движения, лишь 110 км в час То по дороге из Франкфурта в Женеву вы можете выпустить весь потенциал этого автомобиля Который достигает 333 км в час Только компания Bentley умеет делать, во-первых, спорткупе массой 2 и 3 тонны Ну а во-вторых, автомобили массой 2 и 3 тонны, которые разгоняются 330 км в час Вы не поверите, здесь новый двигатель, сумасшедший Такого еще никогда не было у Bentley Как вообще они на это пошли? Они просто сумасшедшие А, хотя нет, стоп, это было в другой вселенной В этой вселенной на планете Земля здесь стоит все тот же архаичный W12 двумя турбинами И вы ругаете BMW M5 за то, что там стоит якобы тот же 4.4 мотор, который выпускается 10 лет Да ехать в рот, Bentley, ваше мнение, потому что они уже 18 лет выпускают этот двигатель С небольшими доработками, с различными модификациями Но, тем не менее, W12 две турбины Этот мотор развивает уже 635 л.с. и те же 900 ньютонометров крутящего момента И вы скажете, господи боже мой, BMW 4.4, Mercedes 4.0, Audi 4.0 Развивают сопоставимую мощность, сопоставимый крутящий момент И при этом они гораздо меньше по объему, гораздо меньше, наверное, по экологии Хотя всем на это плевать, если быть откровенным Но только вот этим ребятам, которые Tesla любят, привет вам, кстати Ни один современный V8 Twin Turbo из Германии не может похвастаться таким объемом крутящего момента 900 На таких низких оборотах, 1350 оборотов в минуту И ваша машина выдает уже весь пик крутящего момента И держит его полкой до 4500 Коробка передач здесь действительно новая и действительно крутая Восьмиступенчатый преселективный робот, который может делать лаунч-контроль Причем не вот тот самый скучный лаунч-контроль, который есть на М5 или на Р6 А прямо... Вот смотрите сами И делает это упражнение разгон до 100 км в час за 3,7 секунды Опять же вопрос в студию Где машины с массой 2,3 тонны, которые разгоняются до 100 км в час с завода за 3,7 секунды Как ни парадоксально, несмотря на то, что здесь вак, в спорт режиме на переднюю ось подается всего лишь до 17%, а в обычном комфортном режиме до 38% Это означает, что теоретически, если мы сейчас найдем парочку заснеженных поворотов Отключим систему стабилизации, переключим режим в спорт Зажмем свое очко, потому что машина довольно дорогая Мы сможем пройти повороты боком Как насчет попробовать? И последнее, что я хочу сказать вам о двигателе W12, который мы сначала поругали, а потом похвалили Это то, что, по сути, в данном автомобиле это вынужденная мера Дело в том, что трансмиссия и двигатель стыкуются в этом автомобиле таким образом, что очень много массы находится за передней осью Это означает, что машина управляется плохо В этом поколении, из-за того, что они трансмиссию поменяли, получилось сместить центр масс глубже в базу Но все равно развесовка 55 наперед и 45 назад Это не очень хорошо, это означает, что машина плужит передней частью и не очень хорошо ввенчивается в повороты Именно поэтому компоновка W12 очень важна, потому что W12 двигатель, он короткий Это маленький Ну да Это приговор Обычный W12 6 котлов, 6 котлов То есть у вас длина двигателя в 6 цилиндров Что нам дает двигатель W12? Там 3 цилиндра, 3 цилиндра, 3 цилиндра, 3 цилиндра То есть у вас двигатель длиной не 6 цилиндров, как в W12, а 3 цилиндра Не хвалить я хочу сейчас Continental, а хочу сказать, за что его всегда не любили Абсолютно, кстати, заслуженно За мультимедиу Ребята, она всегда была устаревшая Не отвечающая современным стандартам, а самое главное выбешивающая Потому что простая процедура Соединение долбанного телефона по блютузу с машины Могла довести вас просто до инфаркта До нервного срыва Надо было покупать кроволол И вот сейчас, наконец, в 2018 году Новый Continental GT Вау отвечает современным стандартам Центральная панель, где расположен экран Экран имеет три вариации Первая вариация без экрана Вторая вариация с самим экраном И со всей мультимедийной системой А третья, это панель с тремя очень красивыми Очень элегантными приборами Первая показывает компас Вторая секундомер А третий градусник Блин, ну мне так нравится лач, как он делает Сейчас я просто не могу Ну я не хочу рассказывать про салон Я хочу сделать лаунч Отлично Поговорить о внешности нового британца Я хотел бы с чашечкой Эрл Грея Ровно так же, как любят жители Туманного Альбиона Новая машина отличается Обновленной оптикой спереди Обновленной оптикой сзади Опять же, огромная решетка радиатора Но все это не отменяет преемственность Внешности моделей Бентли Но теперь стало чуть сложнее Путать новый Continental GT С предыдущими версиями Здесь стоят 21 колеса В нашей версии Однако есть опциональные 22 колеса Внутри спрятаны Из полинского размера Тормозные механизмы Правда, даже не перфорированные Наверное, потом, когда появится Версия Super Sports Будет еще и опциональная Карбонокерамика Хотя, честно говоря Нехватки тормозной системы Я не испытывал Я вижу флаги снаружи Флаги внутри Флаги Великобритании, разумеется И все это наводит на мысль Что сделано это для того Чтобы отвлечь внимание владельца От типично немецких кнопок От которых сквозит вагом Но мы это уже с вами обсуждали В целом, даже профиль автомобиля Выглядит очень спортивно За счет того, что мотор удалось Сместить глубже в базу Хотя, по сути, спорта в этой машине Чуть меньше, чем в моем операторе Макс, прости Я имел в виду в режиссере Как начать лучше понимать автомобили Bentley? Запомнить, что это не масс-маркет. Тогда вам станут понятны те самые осторожные, консервативные изменения как во внешности автомобиля, так и в его салоне, которые происходили с ним за все длительное время его производства. Потому что это некий портрет владельца Bentley Continental GT. Человека чопорного, человека консервативного, человека, который не любит очень быстрые и очень яркие изменения. Поэтому, возвращаясь к мультимедии, да, они бахнули сюда огромный экран, да, бахнули туда хорошую систему, но, спасибо господи, не стали бахать сюда еще огромную тач-панель, которая есть сейчас у каждого второго автомобиля в ВАГ. Это было бы то же самое, что взять бабулю, которая 10 лет использует Nokia 3310, и подарить ей новенький iPhone XS. Это круто? Безусловно, да, но бабуля будет в шоке, она будет в ужасе. Наверное, вы подумали, что я идеализирую этот Bentley и считаю, что в нем нет недостатков. Но таких автомобилей не существует. Мы много раз с вами это обсуждали. Первый недостаток этого Bentley – это его габариты. Он, с одной стороны, довольно просторный внутри, но он, черт подери, слишком широкий снаружи. На узких парковках, на подземных парковках, где-то, где вообще нужно пролезать между двумя автомобилями, и возникают сложности. Да, здесь есть камеры 360 градусов, которые, кстати, периодически глючат и видят какие-то препятствия там, где их нет. Ну, или это какие-то привидения. А третий недостаток связан с его звуком. К сожалению, этот мощный, этот тяговитый мотор, который способен разгонять автомобиль до 333 км в час, не способен давать этим 333 км в час сочный звук. Вы спросите у меня, какой самый сильный плюс этого Bentley? Сильнее всего здесь удивляет, впечатляет и сводит с ума качество салона. Потому что оно здесь, как всегда, на высоте. Строчки, кожа, металл, дерево, пластик – все настолько качественное, куда бы вы не засунули свой палец, вы там получите удовольствие. Гурам, так что, можешь ли ты посоветовать владельцам предыдущего поколения Continental GT бросать все и покупать эту модель? Да, могу посоветовать, правда, этого будет недостаточно, нужно будет еще и продать квартиру. Почему? А давайте спросим у Автору. Самый дешевый Continental GT 3-го поколения обойдется вам в 17,3 миллионов рублей. 17,3 – самый дешевый. Прямого конкурента у Контика нет, но есть притянутые за уши конкуренты. Это S-Coupé 6,3 AMG Mercedes и это Rolls-Royce Wraith. Посмотрим, сколько стоят они. Самый дешевый Wraith сопоставимого года, 2018-го, обойдется вам в 19 миллионов рублей. Ну а самый дешевый Mercedes S-Coupé 6,3 AMG, рестайлинговый, с товым мотором 4 Twin Turbo, обойдется вам в 11 миллионов рублей. Но эти автомобили можно сравнивать лишь тем, что у них единый силуэт кузова. Они все очень разные, они все не похожи друг на друга, и у вас ни у кого нет денег на эти три автомобиля. Ну что, подведем итоги по новому Continental GT. Стал ли автомобиль лучше? Была ли проведена работа над ошибками? Я думаю, что да. Машина стала технологичнее, она стала быстрее, она стала комфортнее, а что самое главное, она стала мультимедийнее. Но если смотреть правде в глаза, недостатки тоже есть. В той же мультимедии она все еще сильно отстает от BMW, Mercedes и Audi. Но тем не менее, это все еще роскошная яхта, которая готова возить вас со скоростью 333 км в час по автобанам и пафосно приезжать к ресторанам. Но мы сейчас не на автобане и не у ресторана. Мы сейчас на покрытии, где есть снег и лед. А это означает, что Bentley не совсем та машина, которая для этого подходит. Давайте переключимся на тот автомобиль, который для этого дела создавался. Здравствуйте, с вами Суслан. И мы снова отвечаем на ваши комментарии. И вот, собственно, первый из них, который вас интересует. Интересно, Гурам и его команда реально все комментарии прочитают? Да, мы реально читаем все комментарии. Нам немаловажно и нам очень интересно, что вы о нас думаете. Что вы думаете о том, как мы снимаем, какого качества наши видеоролики. И пишите дальше комментарии, мы будем на них отвечать. Следующий вопрос. Почему ты ставишь слабых соперников? Возьми, например, Ламбу, ГТР, Пагани, заряженную Бэху. А то ты ставишь против себя велосипеды. Поймите, пожалуйста, цель наших заездов не соревновательная, а более показательная, чтобы вы видели, как могут ехать машины, чтобы это было интересно. Нет цели у нас ставить автомобиль 1500 сильный и автомобиль 800 сильный, чтобы он прям разнес этот автомобиль. Это будет неинтересно ни для вас, ни для нас. И подобрать автомобили, более подходящие по мощности, бывает крайне тяжело. С какими-то автомобилями есть резон гоняться, а с какими-то нет смысла просто. Как только появляется новый выпуск на нашем канале, многие заметили, что количество лайков и просмотров не совпадают. Но это не потому, что у нас идет какая-то накрутка. Это только по той причине, что YouTube какое-то время анализирует видео и анализирует количество просмотров этого видео. А количество лайков отображается в реальном времени. Поэтому и получается такая картина. Sony E2203 спрашивает, почему у Гурама логотип мегафона на рубашке? Это же мегафон. А, это же мегафон было? Да. Ты говоришь, Филипп Плейн. Василий Уткин спрашивает, зачем карбон-керамика в России? Здесь же грязно и пыльно. Да, действительно, карбон-керамика капризная. Она дорогая в обслуживании, но она не перегревается. Если вы рассчитываете ездить по бездорожью, то покупайте обычные тормоза, они гораздо дешевле и менее капризные. А почему она капризная? Потому что при попадании мелких камней либо какого-то мусора в карбон-керамику, она просто откалывает куски карбон-керамики и это чревато какими-то последствиями. А на металлических тормозных дисках остается просто царапина, которая со временем прокатывается и не создает никаких проблем. Арт Атриус спрашивает, где такие хорошие дороги? Явно не в России. Вероятно, он спрашивает про Дмитровский автополигон. Нет, это не в России, это за Москвой. Дима Шейн спрашивает, а Гурам красит бороду? Гурам красит бороду при мне. Красил несколько раз. На самом деле это удивительно, что в таком возрасте у тебя такая темная борода. Иван Крупнов спрашивает, с какого бодуна шины при плюс 3 не работают? Что за бредятина? Почему вы так говорите? Для обычной машины, где 150 лошадиных сил, резина будет работать с такой температурой. Но если у вас машина, в которой 1000 лошадиных сил, то она не будет показывать правильного результата. Если вы хотите, чтобы ваш автомобиль показал хороший результат, то ездите при температуре от плюс 10 градусов. И этого вполне хватит. Также нас спрашивают, почему мы гоняемся милями? Мы же в России, где километры? А с этим вопросом мне поможет Гурам. Привет. Ребят, постараюсь ответить максимально коротко. Это связано в первую очередь с историей дрэгрейсинга. Она начинается в США. И там люди вот так вставали на двух машинах, на светофоре, и гоняли между собой, кто первый доедет до следующего светофора. И расстояние между светофорами было ровно четверть мили, 402 метра. Поэтому во всем мире дрэгрейсинг проводится именно на эту дистанцию. И удобно сравнивать результаты из России, из Европы, из Америки, из Австралии между собой, потому что дистанция одинаковая. В этом нет никакого превосходства в Соединенных Штатах. Это просто исторический факт. Так сложилось. Ну, а с вами была команда... Стоп! Стоп! Чуть не забыли самое главное. Мы же объявляли конкурс. Конкурс на предмет придумывания самого оригинального, крутого названия для нашего проекта с Жигой. И у нас был призовой фонд 60 тысяч рублей, 30 тысяч первое место, 22-ое, 10-е, 3-е. Мы прочитали 13 тысяч комментариев. И сейчас мы готовы назвать победителей. Сослан, третье место. Третье место. Зачитываем. Когда Гурам был маленький, С кудрявой головой Водил шестерку старенькую, Дрожащую рукой. Сквозь снег и лед, Сквозь поворот Летит олдскульный бокоход. Давя на газ, Шестерка вас Ревет, как раненый пегас. Там за рулем сидит Гурам, Кричит сейчас угла Врум-врум раздам. И мчится по полю Пшеницы, Лихая жига, Деда колесница. Ну, не иначе, Как и Сергей Викторович Есенин Писал эти строки, Наверное, Но нет. Поэтому вот этому товарищу Мы дарим респект От команды DSCO И 10 тысяч рублей. Все, что нужно сделать, Связаться с нами В инстаграме, Написать Сослану в аккаунт DSCO, Прислать подтверждение, Что это именно ваш аккаунт, И мы отправим вам 10 тысяч рублей В любую точку планеты. А третий вариант же Не подходит под название. Почему мы его выбрали? Ну, третий вариант нам понравился Очень сильно, Потому что он был креативный, Человек постарался, Написал стихотворение. Потратил время, конечно. Второе место. Второе место. Пихалыч. Это название человека или... Проект. А, Пихалыч. На этот сам момент Я хочу вызвать человека, Который ассоциируется У меня с этим словом, В кадр, Который является руководителем проекта, И он объяснит, Почему нам понравился Вариант Пихалыч. Максим, пожалуйста. Здравствуйте. Я не знаю, что вам ответить на этот вопрос, На эту просьбу Гурама, Но Пихалыч, наверное, от того, Что просто он пихает свое колесо В дверь Передедущего соперника. Почему нам понравилась эта версия? Потому что В дрифте, да и в дрэге, И вообще в любом виде автоспорта Есть такая фраза, Как напихать своему сопернику. Это значит объехать, Показать лучший результат, Сделать что-то круче, Чем твой соперник. Ну и наконец, первое место, Кто получит у нас тридцатку? Лайла. Лайла? Лайла. А, Лайла. Друзья, Перед вами впервые Выступает Неповторимый, Непревзойденный Квартет ДСЦ.Ов Под ваши Громогласные Апладисменты. Ла, 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 Ла. А с вами была Команда ДСЦ.Ов Меня зовут Гурам. Это Сослан. Ставьте лайки, Пишите комментарии, Подписывайтесь на нас В инстаграме. И до новых встреч. Ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла И еще раз Также нас спрашивают, почему мы меряемся пизгами? А потому что вы мужики! Отключение систем стабилизации это как секс без гад... Один раз попробовав, никогда не хочется его надевать, но можно кое-что подхватить, да, Дём?